Риски, связанные с затяжной низкой инфляцией и неравномерность экономического восстановления в еврозоне, продолжают убеждать инвесторов в том, что Центробанк на сегодняшнем заседании вновь заявит об ослаблении монетарной политики и дополнительных мерах, направленных на стимулирование экономики. В этих условиях курс единой европейской валюты на вчерашних торгах возобновил нисходящую динамику и к началу американской сессии достиг уровня 1,3568. Дальнейшему укреплению доллара и падению единой валюты способствовал отчет агентства ADP по занятости в частном секторе американской экономики, продемонстрировавший увеличение рабочих мест до 238 тысяч, против ожидаемого роста в 200 тысяч. Такая динамика еще раз подтвердила инвесторов, что ФРС продолжит сокращение финансовых вливаний в экономику США. И если не случится ничего экстраординарного, завершит программа стимулирования до конца 2014 года, как и планировалось ранее. На этом фоне курс пары снизился до минимального дневного уровня на отметке 1,3553, а затем завершил торговлю незначительным откатом к ценовой отметке 1,3575. В нашем прогнозе на четверг предполагаем первоначальное боковое движение пары в диапазоне 1,3588-1,3530, а затем продолжение и завершение коррекционного подъема ориентировочно в ценовой зоне 1,3655-1,3670. Далее ожидаем снижение евро-доллара к целевым уровням 1,3622-1,3600-1,3570-1,3540.